Приветствую вас, и, конечно, можно говорить о том, что у вас есть определенные нарушения, определенные проблемы, может быть, в, ну, скажем, в физиологическом ключе определенные проблемы, может быть, это определенные проблемы еще какого-то плана, например, гормоны, как вам указал моя коллега, но я думаю, что в первую очередь нужно отметить такую вещь. Для того, чтобы чувствовать себя женщиной, чтобы испытывать сексуальное желание, нужно воспринимать себя в таком ключе, в таком амплуа, в такой форме. Нужно воспринимать себя так. Итак, если вы в 22 года до сих пор живете со своей мамой, то, скорее всего, у вас есть некоторые проблемы в отношении с ней. Со своей мамой, я имею в виду, есть некоторые проблемы. И вот именно с этого вам и нужно начинать. Именно с того, почему вы до сих пор живете со своей мамой. Что вас останавливает от того, чтобы жить отдельно? Работаете ли вы, как бы, развиваетесь ли вы как-то, учитесь вы или что-то еще? Почему ваша мама на вас давит? Почему она считает, что на вас можно давить? Чем обусловлено ее поведение? Чего она хочет добиться? То есть, вообще говоря, вашу маму понять можно. Она хотела бы, чтобы у вас все было хорошо, она хотела бы, чтобы вы жили полной жизнью. Она считает, что это действительно нужно. Но это ваша жизнь, и вам решать, как ее прожить. И поэтому нельзя говорить, что ваша мама однозначно права, когда она давит на вас. И здесь возникает логичный, на мой взгляд, вопрос, который звучит так. Чем же обусловлен тот факт, что вы до сих пор находитесь под совершенно определенным, однозначным влиянием своей мамы? Вот ответьте себе на этот вопрос, и я думаю, все остальные станут для вас более-менее понятными. Потому что вы не чувствуете себя свободной, я полагаю. А не чувствуя себя свободной, вы не можете ощутить себя женщиной. Потому что нельзя чувствовать себя женщиной, одновременно, постоянно маленьким ребенком. То, что вы говорите, можете рисовать их, вдохновляться, как вы говорите, парами и так далее. Это, по большому счету, очень такое, знаете, женское восприятие, то есть детское, детское, прошу прощения, детское восприятие того, что происходит. Но это не восприятие взрослого человека, а взрослым человеком вы можете стать, только если у вас появятся свои собственные границы, свои собственные желания и пространство, как психологическое, так и физиологическое, в которое никому не было бы доступа, кроме вас. И вот над этим вам в первую очередь нужно подумать. И проработать. А потом, дальше, у вас будет, наверное, другая задача. Ну, во-первых, испытываете ли вы сексуальное желание вообще? Не к кому-то конкретному, а вообще. Если нет, то нужно все-таки для проверки, для надежности обращаться к врачу, чтобы, может быть, немножко поправить вам гормональный фон. Я думаю, что это нужно сделать обязательно. Но вам это сделать нужно самой. То есть, на начало, прежде чем говорить о том, чтобы испытывать сексуальное желание к кому бы то ни было, вы не говорите о том, чтобы испытывать сексуальное желание вообще. Если гормональный фон у вас в порядке, то вам нужно к сексологу или к сексопатологу для конкретной проработки именно этого. То есть, сексуальный образ, что вы будете знать, вашу ориентацию и так далее, все это нужно будет разбирать именно с сексологом. Далее, вы пишите такую вещь. Вас не напрягает, если человек, в которого вы влюбились, с кем-то встречает, что-то. Этот момент, вообще-то говоря, очень интересный. Вас не напрягает, что другой человек, с которым вы встречаетесь, значит, встречается с кем-то еще помимо вас. То есть, точно получается, что вы не считаете, что он ваш, что вы не считаете, что он, я не знаю, достоин того, чтобы быть с вами, что вы достоин того, чтобы быть с ним. Вот этот момент, он как-то вообще не ясен. То есть, почему вы считаете, что возможно, возможно для вас такая ситуация, когда молодой человек встречается с кем-то еще кроме вас. Ведь это унижение для вас. Да, понятно, если вы любите, любите искренне, то вам не важно, где и с кем. Человек, главное, чтобы он был счастлив. Это понятно, да. Но и нужно здесь четко понимать, что если такой человек встречается с вами и с кем-то еще, то он, по сути, как бы, ну, не воспринимает вас как единственную женщину свою. А это очень плохо, потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете, это очень плохо, потому что в таком случае вы не можете рассчитывать на сколько-нибудь искренних и равноценных, равнозначных, равноправных отношений. И то, что вы себе позволяете, возможно, к себе так относиться, это, к сожалению, очень-очень плохо. По крайней мере, это говорит о том, что вы себя не цените, вы не очень себя уважаете и, возможно, даже не считаете, что, ну, что мужчина может вам принадлежать, как я уже сказал. А почему вы так считаете? Ну, вот с этим нужно разбираться. Я лично пока думаю, что все проблемы идут из детских и родительских отношений, именно оттуда, именно оттуда идет, значит, такое вот восприятие себя и окружающих людей. И, соответственно, вам нужно будет разобрать именно это сперва, то есть вам нужно будет разобрать именно свои детские и родительские отношения, а потом вам нужно проработать обязательно вопрос личностного роста, потому что это очень важно. Вопрос личностного роста, вопрос, как бы, стремления к своим идеалам, к тому, чего вы хотите, и вопрос к осознанию себя отдельным человеком, не, значит, матерью, это же не дочерью, а своей матери, а именно все-таки, вот, именно все-таки, я бы сказал, все-таки отдельным человеком, женщиной. Вот это вот то, что вам нужно в первую очередь для себя обобрать. А так, вообще-то, конечно, сексуальное желание испытывать нужно, это нормально, это естественная потребность человека, и если у вас ее нет, то вы либо подавили ее очень сильно, либо она была подавлена, например, вашей мамой, или кем-то, или чем-то еще. То есть, вот здесь нужно разбираться, что это непонятно, кто и что ее подавило, непонятно, кто и что заставило вас, ну, заставило как бы подавлять это. Что оно было, что оно подавлено, это совершенно ошибки. Я думаю, что с этим даже, это даже не обсуждается. А вот почему оно подавлено, кем оно подавлено, для чего оно подавлено, это вопрос уже очень сложный, и отвечать на него нужно только через работу с вами, потому что здесь достаточно легко вам навредить, мне бы этого не хотелось. Итак, я думаю, что мы с вами, в принципе, общий момент рассмотрели, я надеюсь, сказали, что ну, сказали, общие моменты связаны с вашей ситуацией, теперь осталось только начать какую-то вот более такую, я бы сказал, более превентивную, более конкретную работу с вами по достижению уже конкретных результатов. Если у вас будет желание про работу, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. счастливу, я было было